Открывается новый сезон в театре имени Галиаскара Камала. Сегодня на пресс-конференции рассказали об особенностях 111 года лицедейства. Сердя новинок Татарстанско-Якутский Альянс, три премьеры и визит скандально известного оперного режиссёра Дмитрия Чернякова. Дмитрий Пивоваров узнал сегодня из первых. Сезон откроется флешмобом в честь театра, когда собравшиеся, взявшись за руки, обнимут здание. А также премьеры спектакля по пьесе Карима Тинчурина «Без витрил» о судьбе татарского народа в событиях и фрагментах начала 20-го столетия. Над спектаклем работает Георгий Цехверава, в прошлом экс-главный режиссёр Казанского ТЮЗа. Большое внимание в новом сезоне будет уделено обменам гастролям. Рассматривается вопрос о пришествии в Казань Большого драматического театра имени Товстоногова, а также состоится приезд театра из республики Саха, Якутия и республики Тыва. О чём, похоже, недумевают в театре, так это о таком понятии, как кризис. И грантовая поддержка, и участие в федеральных культурных программах заставляют в этом усомниться. Всего на 5 миллионов они профинансировали. Такого не было в других, не кризисных годах. А говорить, что кризис, пока все планы осуществляются, пока поддержка руководства Министерства культуры Татарстана. Камаловский театр стал прочной площадкой для творческих лабораторий. Вектор развития определён не вчерашним днём, а годами, открывшими дополнительные возможности для сценического опыта. Есть желание пригласить, может быть, каких-то радикальных театральных экспериментаторов. Сейчас мы ведём переговоры с Дмитрием Волкостреловым, возможно. И он, возможно, завершит свою работу Александра Джунтини, которая начала работать над иллюзиями Вырыпаева. То есть этот вектор тоже будет связан с малой сценой. Что касается общих проблем, то они, по сути, касаются всех театров. Это поиски авторов и современного национального материала, а также дефицит педагогических кадров. Сегодня это самая уязвимая часть театральной деятельности вообще. Не только в стране, не только в Татарстане, не только в стране, но и в мире. Потому что меняется генерация, театр меняется. Театр становится всё больше синергетичным. Театр становится зоной конвергенции, где размываются жанровые, видовые границы. Кстати, весьма любопытным стал факт и о приезде на фестиваль молодой режиссуры «Ремесло» неоднократного лауреата «Золотой маски», всемирно известного оперного режиссёра и автора скандальной постановки Большого театра Руслана Людмилы Дмитрия Чернякова. Не последнюю роль сыграла и возрастающая туристическая привлекательность Казани. Даже не спрашивают про гонорары. Они говорят, ну, сколько сможете, забудьте, мы хотим увидеть Казань. Многие так. Даже среди критиков многие хотят увидеть и Булгар, хотят увидеть и Свиярск, Остроград. Слышали очень много, но не было времени. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, Телеканал ФИР.